Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Миша, и сегодня в нашем видеообзоре я расскажу вам о всесезонном мотобуксировщике БК компания Ростин. Данный мотобуксировщик является всесезонным и способен преодолевать водные преграды в плавь. Корпус мотобуксировщика выполнен из ударопрочного, морозостойкого и бензостойкого пластика толщиной 8 мм. Данный корпус мотобуксировщика разработан так, что он способен преодолевать водные преграды в плавь, а также обеспечивает защиту узлов и агрегатов от попадания грязи. Кузов мотобуксировщика имеет два отделения – двигательный отсек и багажное отделение. Багажное отделение закрывается крышкой, благодаря чему вещи, перевозимые в мотобуксировщике, не обязательно дополнительно герметизировать от попадания влаги и грязи. Также в багажном отделении имеется удлиненное пространство, благодаря чему возможно перевозить удочки и ружья длиной до полутора метров. Крышка двигательного отсека имеет решетки для возможности охлаждения двигателя. В передней части расположена крышка для нагнетания холодного воздуха в двигательный отсек, а также в верхней части отверстия для подачи холодного воздуха на вентилятор принудительного охлаждения двигателя. В боковой части находится отверстие под глушитель. Данные буксировщики комплектуются двигателями от 13 до 15 лошадиных сил. Двигатели используются компанией LeFan. Эти двигатели давно известны и уже зарекомендовали себя с лучшей стороны и, на мой взгляд, одни из лучших в сегменте цена-качество. В трансмиссии мото-буксировщика используется вариатор Safari, известный своей надежностью. Благодаря герметичности кузова вариатор защищен от попадания грязи и влаги, что предотвращает проскальзывание ремня и дает возможность использовать вариатор максимально эффективно. Далее две ветви цепной передачи. Мотобуксировщик имеет две цельнолитые узкие гусеницы, сделанные по индивидуальному заказу. Протектор в виде елочки, что увеличивает сцепление с дорогой. Две узкие гусеницы позволяют пропускать препятствия между ними, что улучшает устойчивость при движении. Также благодаря узким гусеницам в них не задерживается мокрый снег, торф и грязь, что в свою очередь предотвращает заклинивание гусениц и улучшает проходимость. Также имеются брызговики. Подвеска независимая и состоит из четырех рычагов по паре катков с каждой стороны. Каждый рычаг подпружиненный, отдельной пружиной. Последний закреплен жестко. Руль мотобуксировщика достаточно стандартный для всех мотобуксировщиков. Ручка газа и тормоз. На руле расположен стартер, переключатель света и подогрева рукояток. На левой рукоятке расположен флажок подачи газа, что также удобно в различных ситуациях. Например, перемещение на длительные участки, на воде и так далее. Здесь используются фрикционные тормоза. Руль быстро и свободно переходит в транспортировочное положение. В каждом положении его можно использовать и в других ситуациях. Но об этом в наших следующих видео. Есть фары ближнего света, а также дополнительно можно установить и фары дальнего света, что даст возможность комфортно перемещаться в темное время суток. Также можно дозаказать зарядку от аккумулятора для телефона-навигатора, который можно закрепить на руле. Для сцепления прицепа с мотобуксировщиком используется стандартная сцепная головка и шар, что очень удобно. Легко отцепил, присоединил. Прицеп мотобуксировщика выполнен по принципу лодки, благодаря чему хорошо обеспечивает плавательные возможности. Колеса крепятся на быстросъемных осях. Пневмоколеса легкие и широкие от квадроцикла способствуют плавательному перемещению и обеспечивают устойчивость во время движения вплавь. Колесо легко снимается и прицеп превращается в сани. Также имеется лыжный модуль, который легко и быстро устанавливается вместо колес. В передней и центральной части прицепа расположены сидения для возможности управлять мотобуксировщиками из центрального положения при одном пассажире и из переднего положения при движении с пассажиром либо другим грузом. Дышло мотобуксировщика регулируется по длине и имеет подножку. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. В комментариях пишите, что вы хотите увидеть, может быть что-то хотите спросить. Мы обязательно постараемся ответить на все вопросы и по возможности отснять материал. Всего вам доброго, спасибо за внимание, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok